19.30. Прохладный вечер собрал на первое рандеву и детей, и взрослых, и любителей, и профессионалов, и даже тех, кто в силу возможностей здоровья нечастый участник спортивных состязаний. Но тема отличается за бег по берегу. Он не про борьбу с кем-то, а про борьбу с собой. На сегодняшний день у нас зарегистрировано уже 60 человек, людей, детей с ОВЗ. Это прям для нас достижение большое. Мы увеличиваемся по сравнению с предыдущими годами. К нам приедут, кстати говоря, участники с ограниченными возможностями здоровья из соседней области, из Белгородской, да, в достаточно большом количестве, город Губкин, город Старый Оскол. Вообще же, благо бегунами третьего сезона стали уже около 600 человек. Эти ребята из Орловских родников по берегу уже бежали в прошлом году. Побегут и в этом. Константин Черников регулярно занимается с ребятами адаптивной физкультурой. Он сам спортсмен и побежит на 10 километров. Отец просто с детства для меня был примером. То есть непосредственно его хоккейное увлечение, как бы я видел, что он очень спортивный. Поэтому, наверное, еще с самого детства. Готов к забегу? Всегда готов. Всегда готов. Всегда готов, да, да. С Людмилой Добкиной состоятся еще две встречи. Организуют и занятия с профессиональными клубами. Там уже более сложный уровень. Информацию о встречах разместят на странице забега по берегу ВКонтакте. Научившись неправильно бегать, они делают очень много ошибок. И это, кстати, очень травматично потом. Могут колени заболеть от неправильного. Поэтому хотелось бы, чтобы многие, научившись бегать, потом это применяли и в дальнейшем даже для себя. Именно поэтому правильное положение ног и рук, комплекс разминки на стопы, колени, таз – то, что первым показали благобегунам. Все должно происходить сверху. То есть вы должны ногу ставить сверху. А мотивация благобегунов не так далеко. Всего в нескольких сотнях метров от места тренировки. И речь про эту инклюзивную площадку. Ее построили на средства, собранные на первом забеге по берегу. По итогам третьего забега появится такая же площадка, где именно ее построят, решат сами орловчане. Деньги на нее тоже соберут благобегуны. Организаторы подготовили четыре разных маршрута. 100 метров для людей с ОВЗ, километр детям. А спортсменам 14 лет и старше предлагают 5 километров 200 метров или 10 километров. Ну, я вижу, люди бегают. Я же тоже люблю бегать. И поэтому я и решила, попросила маму, отведи меня туда, запиши. За бега хватит историческую часть города. И стартовая точка по традиции – площадь Ленина. Впервые побегут по вечернему орлу. А потом от участников ждут креативный подход к образам. А для тех, кто по каким-то причинам не может или не хочет бежать, есть волшебная кнопка «Не бегу, но помогу». Побегут все желающие уже 10 августа. Екатерина Головина, Валентин Худокормов, телеканал Первый областной.